Хочу поговорить о том, как правильно нужно трогаться с места, потому что во многих автошколах учат трогаться на одном сцеплении. Что для вождения по городу в реальных условиях этого недостаточно. То есть вам нужно все равно трогаться быстро, чтобы вас сзади не подгонял никто, чтобы вас никто не мигал вам фарами, чтобы мол давай быстрее, чтобы черепаху никто не подгонял вперед. Вот для этого нужно трогаться сразу с добавлением газа. Я вам в дальнейшем покажу, как это будет все выглядеть, как будет спидометр работать, тахометр и как педали выглядят при этом. Лучше привыкать, естественно, сразу трогаться с газом. То есть давать полторы тысячи оборотов примерно, когда машина начинает двигаться. Не двигаться, а даже сразу. То есть она опережает педаль сцепления. То есть у вас идет газ, полторы тысячи оборотов, вы слышите уже движок, что она газует. И после этого вы предпускаете сцепление. То есть происходит это практически одновременно. Но газ чуть-чуть опережает на полсекунды сцепление. И вы его удерживаете постоянно. То есть эти обороты вы удерживаете. Потому что когда машина трогается вперед, она тяжелая, ей нужно сдвинуться с места. Для того, чтобы сдвинуться с места, ей нужна мощность. То есть на одном сцеплении она поедет. Но она поедет, если у вас колесо не попало в какую-то ямку, не в какой-то горке. Потому что она ни в что не уперлась. Если она попала у вас в яму, вы на одном сцеплении уже, возможно, не выйдете. Придется все нагазовать. Ей нужна будет мощность, чтобы преодолеть это препятствие. Поэтому сейчас мы попробуем тронуться с места с газом. Как это, в принципе, положено. То есть для городских условий, чтобы быстро ездить, проскакивать на светофорах. То есть чтобы вас не подгоняли сигналами, миганием фар, на светофорах, на уступе дорогу, чтобы вы могли проскочить быстро, когда вы уступаете другой машине дорогу. Сейчас мы попробуем это сделать. Что мы делаем? Машина стоит у нас сейчас заведенная на нейтральной передаче, на стояночном тормозе. Мы выжимаем сцепление, заводим машину. Машина завелась. Сцепление в полу. Ставим первую передачу. Ногу ставим на тормоз. Снимаем ручной тормоз. Добавляем полторы тысячи оборотов примерно. Добавляем полторы тысячи оборотов, чтобы мы слышали движок. Полторы. Можно две. В зависимости от того, насколько быстро вы хотите поехать. Приотпускаем сцепление до момента схватки сцепления. То есть момент схватки сцепления, это тогда, когда машина начинает ехать вперед. Начинает двигаться. Вот она чуть-чуть начала двигаться, все, нога замирает. Выше она уже не поднимается. Если вы поднимете ногу сразу выше, она у вас начнет дергаться. Еще раз попробуем газ. Приотпускаем сцепление. Машина начинает ехать. Сцепление, тормоз, остановились. Нужно попробовать, прежде чем поехать сразу. Лучше это сделать несколько раз, чтобы вы чувствовали схватку сцепления. Где она находится, где момент схватки сцепления. Она может быть выше, может быть ниже. Вот. То есть найти ее. Просто поднимаете ногу сцепления, машина стоит на одном месте, не катится. Вы приподнимаете сцепление. Она начинает ехать, нога замирает, набирает на месте, пока не проедет пару метров. После чего можно сцепление отпустить дальше. Заводим автомобиль. Машина стоит у нас на нейтральной передаче. На стояночном тормозе. Что мы делаем? Выжимаем сцепление. Заводим. Зажигание. Ногу ставим на тормоз. Чтобы она у нас не покатилась, не ладнули вперед. Снимаем ручной тормоз. Ставим первую передачу. Отпускаем тормоз. Добавляем полторы тысячи оборотов. И приотпускаем сцепление. До момента схватки сцепления. Момент схватки сцепления, тогда, когда машина начинает ехать. Так называемое полусцепление. Машина начала ехать. Нога у нас замирает. Замирает на месте, пока машина не проедет 3-4 метра. После чего сцепление можно отпустить дальше. Газ в этот момент продолжает постоянно держать обороты. Полторы-две тысячи оборотов. Чтобы машина могла двигаться вперед. Сейчас я вам покажу, как будут выглядеть наши обороты визуально. То есть, когда мы трогаемся с места, как я вам уже говорил, нам нужна мощность. То есть, что такое мощность? Это обороты двигателя. Когда мы трогаемся, на том сцеплении наши обороты приближаются к нулю. Чем ближе они к нулю, тем больше шансов, что мы заглохнем. Когда мы делаем это с газом, даем полторы тысячи оборотов, естественно, мощность больше и стрелка у нас не падает к нулю. Мы предпускаем сцепление. Видите, стрелочка все равно уползает. При том, что я держу постоянно полторы тысячи оборотов. Она уходит вниз. Вот. Сцепление тормоза. Если это сделать на одном сцеплении, что я сейчас попробую вам показать, вы увидите, как стрелка еще больше к нулю уйдет. Вот сейчас без газа. На одном сцеплении без газа. Вот сейчас трогаю. Смотрите. Видите, стрелка к нулю пошла. Пошла вибрация машины. То есть, вам этого не видно, вы не ощущаете, но машина завибрировала, прежде чем поехать. То есть, у него были шансы заглохнуть. Когда мы давим полторы тысячи оборотов, полторы-две, если мы попали в ямку, нам надо больше, естественно, газовать. Вот. То меньше шансов, что мы заглохнем. У нас есть мощность для того, чтобы машину сдвинуть с места. И удерживаем сцепление. Сейчас мы посмотрим визуально с места водителя, что у нас получается. Когда мы трогаемся с места, вот, ставим первую передачу, добавляем обороты полторы тысячи, предпускаем сцепление, машина начинает ехать, удерживаем сцепление, машина проехала пару метров, отпускаем полностью сцепление. И машину уже можно добавлять газу больше. Мы добавляем больше газу, опять выжимаем сцепление в пол, Ставим вторую передачу Отпускаем сцепление, добавляем газ И едем При этом независимо от того Насколько быстро вы хотите поехать Сцепление все равно вы удерживаете 3-4 метра То ли вы будете очень быстро проскакивать То ли вам надо менее быстро Тронуться с места Сцепление все равно вы удерживаете Даже если вам надо очень быстро проскочить Естественно на газ можно давить уже очень сильно Тогда когда у вас уже отпущено сцепление полностью Тогда мы уже ничего ему не сделаем И вы уже не подпалите ему Не рекомендуется долго удерживать сцепление в полусцеплении Так как диск сцепления будет не полностью прилегать к сцеплению И будет прокручиваться И будет подпаливать сцепление Также не рекомендуется давать очень большие обороты Что тоже есть ошибкой Когда люди за мисс полторы-две тысячи оборотов Давят 3-4-5 То есть движок разрывается Сцепление находится в полусцеплении И может появиться в салоне просто запах паленого сцепления Что естественно машина если будет так трогаться Она у вас просто долго не прослужит сцепление Она у вас просто спалится Что в принципе не дешевое удовольствие на сегодняшний день В следующий раз расскажу как нужно трогаться под горку Под горку можно тронуться тремя способами То есть первый это с ручника Второй это подвод сцепления Удерживая тормоз И третий способ это как уже ездят все опытные водители То есть сразу подлавливают машину сцеплением газ И поехали Третий способ это уже В основном для опытных водителей Которому нужно стремиться В следующий раз попробуем об этом рассказать